На вашем экране почти что вымирающий вид. В России их осталось чуть больше 150. Этому органу недавно исполнилось 35 лет. В Барнуло он приехал в 1984 году из Чехословакии. Там был разработан специально под зал Алтайской филармонии. Инициатором и координатором проекта выступил Сергей Буткеев. Он посвятил игре на органе большую часть жизни и считает, что инструмент будет актуален во все времена. Это великий инструмент. Ему более 2000 лет. И уж за эти более чем 2000 лет всякое происходило. Ему ничего не страшно. Его закалили вот эти жизненные невзгоды. Несмотря на свою стойкость, орган требует много внимания и аккуратного обращения. Для исправной работы инструмента необходимо сразу три специалиста. Один на пульте, два других внутри во время настройки и регулировки. Как выяснилось в России, такую специальность получить нельзя. Поэтому должность мастера органа занял сын Сергея. У нас в России нет учебных заведений. Вот так же, как вот, например, консерватории или высшие или средние учебные заведения, которые обучают органных мастеров. Поэтому, как правило, идет передача знаний от старшего к младшему. И наиболее эффективно – это династия. Таких королевских размеров органы были не всегда. Изначально им не требовалось много внимания и места. В античные времена они были схожи с пианино. Гастрольные инструменты возили на телеги. Они стали предшественниками театральных органов, а увеличиваться в размерах стали только с 7 века, когда их начали устанавливать в церквях. В Барнаульске орган – один из самых больших в России. Высота около 6 метров, миллион деталей, более 3000 труб и великолепный звук. Вообще Алтайскому краю повезло, что у нас есть орган. Это один из центров очень высокой музыкальной и вообще культуры. Праздничный концерт к Всероссийскому дню органов Алтайской филармонии пройдет уже в это воскресенье. И это отличный повод, чтобы услышать короля инструментов. Анна Ирбис, Алексей Фризин. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова